доброго времени суток подписчики а также случайные зрители тема электрики в каркасном доме да и не только в нем ну уж очень скользко каждый трактует ее как хочет нормативная документация это отчасти позволяет сделать поэтому в этом ролике расскажу основные принципы как ее организовали мы руководствуясь документацией здравым смыслом и логикой постараюсь в этом ролике рассказать основные принципы что и почему сделали так а не иначе момент в том что в каждом доме построенным по любой технологии домостроения электрика это очень серьезный этап основные две опасности для возникновения пожара помимо неосторожного обращения с огнем это дымоход и электрика про нее постараюсь рассказать более подробно в этом видео поговорим про основные принципы выбор и разводку кабеля отдельного внимания заслуживает сборка электро щитка монтаж розеток и распред коробок и система умного дома об этом расскажу в ближайших видео один из основных документов который регламентирует каркасное домостроение это sp 31 105 2002 пункт 13 5 говорит нам что электропроводку следует устанавливать путем пропуска кабелей через пустоты или заполненные утеплителем пространство внутри стен и перекрытий дома а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий пропуск таких кабелей и проводов допускается устраивать без использования втулок и трубок для электропроводки должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели оболочках не распространяющих горения ну и пункт 13 5 3 говорит нам о том что на внешних стенах где у нас идет контур пароизоляции при установке выключателей и розеток мы должны обеспечить целостность этой самой пароизоляция ну а прежде чем продолжить хотел бы рассказать вам про одну интересную штуковину думаю что большинство из вас как и я любите работать своими руками да еще и с деревом открыл для себя конструкторы от you gears это самоходные механические деревянные модели которые собираются без клея все детали уже вырезаны из экологичного материала а сами модели выглядят очень необычно из огромного количества моделей выбрал для себя кабриолет очень уж мне они нравятся сделал как-то даже модульную картину с ним себе в зал и когда увидел его в каталоге сомнений не было что собирать буду именно его потратил несколько свободных вечеров и получил огромное удовольствие за время сборки модели приятный запах дерева навеял воспоминания из детства когда собирал конструкторы того времени удивило детализация и подход к мелочам в автомобиле много подвижных элементов стеклоподъемники дворники поршни двигателя коробка передач сам автомобиль заводится и ездит конструктор подойдет для любого пола и возраста есть разные модели на любой вкус мне очень понравилось его собирать могу смело рекомендовать конструктор для собственной сборки или в качестве подарка он будет весьма оригинальным ассортимент более чем 70 моделей есть что выбрать как для девушки к 8 марта так и для мужчин к 23 февраля конструктор покупал в ugears russia ru это официальный дистрибьютор ugears в россии ссылку на него оставлю в описании под этим видео по промокоду love diy выпросил для вас скидку в 20 процентов с пунктом 13 5 вроде все просто первое как не нарушить контур пароизоляция разводку проводки делаем по потолку монтируя кабель к обрешетке потолка с помощью пластиковых зажимов при переходе из комнаты в комнату с помощью пера сверлим отверстие верхней обвязки стены и через них прокладываем кабель по всем стенам монтировали обрешетку для крепления гипсокартона из бруска 50 на 20 миллиметров и кабель с потолка до розеток или выключателей монтировали между обрешеткой и контуром пароизоляция на стены гипсокартон будет монтироваться в два слоя по 12 с половиной миллиметров получаем 25 миллиметров гипсокартона и 20 миллиметров обрешетки и того 45 миллиметров глубина подрозетников 45 миллиметров что аккурат подходит для их монтажа без повреждения контура пароизоляция важно проследить чтобы в подрозетниках не было острых концов зажимных винтов и они не пробили пароизоляцию второй момент это выбор кабеля для проводки мы использовали кабель ввг нг лс это силовой кабель с медной жилой изоляции и оболочкой из пвх пониженной пожарной опасности ввг означает винил винил голы и показывает что используется два слоя из поливинилхлорида а затем какой-то защитный слой отсутствует буквы нг говорят о том что кабель не распространяет горение ну а лс обозначает low smoke то есть по-русски низкий уровень дыма sp 3105 2002 имеет пункт 1311 со ссылкой на sp 3106 этот документ регламентирует проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов в этом документе нас интересует пункт 10.1 который говорит нам что электропроводки включая разводку сети должны выполняться соответствии с требованиями пуэ пуэ это правило устройства электроустановок пуэ нас интересует пункт 71 38 которая говорит нам что электрические сети прокладываемые за непроходными подвесные потолками и в перегородках рассматриваются как скрытые электропроводки их следует выполнять за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах обладающих локализационной способностью и в закрытых коробах за потолком и в перегородках из негорючих материалов выполненных из негорючих материала в трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. И вот тут есть вопросы. Прокладка кабеля в металлических трубах – такое себе занятие. Из практики я не встречал, чтобы этот пункт исполняли в каркасном доме. Это требование нормативного документа мы не выполнили. Объясню почему. Прокладка кабеля в металлических трубах регламентируется для минимизации вероятности возгорания при коротком замыкании или располовлении проводки. Помимо этого, металлическая труба защитит проводку в случае ее повреждения саморезом или гвоздем. Также она позволяет заменить кабель в случае необходимости. Ну и последний довод – это повреждение проводки грызунами. От зерокорбах металлическая труба также защитит. Все это справедливо, но мы приняли меры от всех этих бед. От грызунов мы хорошо защитили подпол. Ссылка на ролик, как мы это делали, появится в верхнем правом углу. Всегда остается возможность занести мышей в дом с вещами или что мышь проскочит через открытую дверь. Но эта вероятность стремится к нулю. Про повреждения саморезом. Все линии с потолка до розетки или выключателя идут строго вертикально и довольно просто определить, что по этой линии саморезы крутить не стоит. За короткое замыкание отвечает электрощиток. Нагрузка на каждую линию рассчитана с большим запасом. И вероятность, что кабель расплавится, практически нулевая. Поэтому необходимость металлической трубы на случай замены кабеля также не особо актуальна. Как альтернатива железной трубе это металлическая гофра. Но особого в ней смысла при соблюдении условий выше мы не увидели. Следующий вопрос это распределительные коробки. Все коробки монтировали на потолке кабрешетки. Потолок у нас будет натяжным, поэтому доступ к распределительным коробкам будет. Натяжной потолок довольно просто снимается в случае необходимости и монтируется назад. Учитывая этот момент соединение проводов в распредкоробках делали при помощи зажимов вага. Как уже говорил выше, в отдельном видео расскажу почему было принято именно такое решение по соединению проводов. По смете на всю электропроводку также расскажу в ближайших роликах. Ну и на этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Потому как YouTube скорее всего вам их не покажет без нажатого колокольчика, даже если вы подписаны. Если есть конструктивная критика или дополнение, пишите в комментариях. На все постараюсь ответить. Понравился ролик? Покажи это лайком. Это лучшая благодарность за работу над ним. Не понравился? Тогда ставь дизлайк.